Игорь Романенко с нами на связи, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант. Игорь Александрович, здравствуйте, рада вам в эфире «Фридом». Доброе утро. Доброе утро, приветствую вас. О ситуации в Харьковской области, Сила обороны Украины сообщает о том, что российские оккупанты сосредотачивают свои усилия возле нескольких населенных пунктов Харьковской области, в тех районах, где проводится вот эта наступательная операция российских оккупантов, а именно Липцы, Глубокая, Мараховец, Красный и Волчанск. В то же время американский институт изучения войны сообщает о том, что на фоне потерь серьезных частной военной компании «Вагнер» в Мали возможно отведение части войск именно с Харьковского направления для пополнения африканского корпуса Министерства обороны Российской Федерации. Каким вы видите развитие событий в Харьковской области, в особенности в свете удара по колонии частной военной компании «Вагнер»? Ну, насколько взаимосвязаны эти два события, дальше будет видно. Но в данном случае я хотел бы напомнить о том, что еще пару месяцев назад наши представители разведки, главного управления разведки Министерства обороны говорили о том, что у них они добыли планы наступления на Харьковском и Сумском направлениях. Как видим, к сожалению, что начали реализовывать россияне, а на самом деле это говорит о достаточно серьезной работе главного управления разведки, то, что они получили такого рода документы. Но так или иначе, наступление началось на Харьковском направлении. Этапы были с 10 мая где-то. Затем произошла стабилизация действий и за счет того, что резервы наши, систему обороны укрепили. И также, в том числе, из-за того, что снятие ограничений действия союзного оружия на дальности до 100 км. В целом, застабилизировали ситуацию. Но теперь россияне собрали резервы, вы видите, каким образом, всем, кого могут, и наращивают усилия на Харьковском. Стоял вопрос, будут ли они открывать еще одно направление на севере, то есть или Сумское, или Черниговское. Но, судя по всему, что резервы у них ограничены, и поэтому с их стороны принято решение все-таки наращивать усилия на Харьковском направлении. В связи с потерями, которые произошли у вагнеровцев в Африке, сказать однозначно, что отсюда будут именно забирать и перебрасывать. Это вопрос спорный и проблематичный, поскольку, скажем, в стратегическом восприятии этой ситуации важнее, скорее всего, и Путин знает и ставит задачи своим военным как можно быстрее использовать то окно возможностей на полгода открытой американцам для того, чтобы захватить как можно больше территорию Украины. Ну, во-первых, давно там не выполняется его задача относительно захвата Луганской и Донецкой областей в границах административной. Ну, и все-таки продвинуться далее для того, чтобы иметь наиболее сильные позиции в перспективных переговорах. Поэтому, что вот он поступится этим и будет спасать свои структуры, подразделения в Африке, не думаю. Тем более, что мы видим, что, например, для достижения целей, о которых мы говорим, на Восточном фронте, они перебрасывают с Южного фронта, значит, свои силы в тот же Часовьяр, ну и не только, потому что интенсивные боевые действия идут на направлении Купянского, Лиманского, значит, Покровского, Торецкого, Курахова и вокруг Углидара. И в этой ситуации как бы забирать еще силы из Харьковского, куда они сосредоточат, ну, маловероятно. Все может быть, но маловероятно. И в том числе, вот, по той информации, которую предоставил генеральный штаб, 25 танков, 38 боевых бронемашин уничтожено, то есть, я так понимаю, где-то было активное такое механизированное наступление сейчас на линии фронта? Ну, да, на нескольких направлениях они пытались активизировать, ну, продолжают это делать, но действуют за счет, значит, использования бронегрупп. Наши оборонцы, в общем-то, успешно в свое время наразведывали и наносили серьезный урон действиям бронетехники противника. Вообще, значит, на степных поверхностях, ну, или которые способствуют, с одной стороны, как бы перемещению сил и средств, казалось бы, для применения этих бронеброни будет с другой стороны, подвергаются проведение сначала разведки, а потом уничтожение, причем, как мы знаем, и нашей артиллерии, хотя там есть вопросы по боеприпасам, ну, и насколько это возможно, компенсируется применением ударных беспилотных аппаратов. Причем, в последнее время, опять-таки, из-за отсутствия достаточных средств противовоздушной обороны, вот этот опыт, который применяют, в частности, в ПВ-дроны по бронетехнике, и не только по наземному противнику, начали использовать для уничтожения разведных беспилотных аппаратов противников. С нашей стороны, по ним применяются ПВ-дроны с целью уничтожения такого рода средств. То есть, новации в военном деле, пока идет война, и не только, они продолжаются, и мы знаем и помним, что и главнокомандующий заложенный генерал, и нынешний главнокомандующий сырский генерал обращают внимание, что принципиально можно изменить ситуацию с учетом того, что Россия ресурсное государство, как мы знаем, можно за счет использования инновационных вооружений, техники, а также приемов ведения войны. И вот эти элементы проявляются. К сожалению, не хватает нам достаточно инструментария нашим оборонцам. И здесь надо сосредоточиться на работе нашего военно-политического руководства, союзниками для того, чтобы восстановление, скажем, обеспечение нашей действий и поставки, они расширились и ускорились их темпы. Известно, что американцы новый пакет на 200 миллионов долларов и на полтора миллиарда долларов заказы на соответствующую технику. Но с точки зрения пакета 200 для такой войны, с учетом опыта, который был до этой паузы на полгода, это немного, но это самое необходимое и в ближайшее время из запасов Министерства обороны непосредственно. Поэтому это должно быть доставлено достаточно быстро. Игорь Александрович, вы используете словосочетание «окно возможностей» для российских оккупантов до момента, я так понимаю, когда более масштабнее должна идти техника и боеприпасы и прочее от Соединенных Штатов Америки силам обороны Украины, как вот в этот момент после предоставления Украине большего количества вооружения, разной номенклатуры может разворачиваться ситуация на фронте, в особенности на территории Донецкой области, где идут наиболее ожесточенные бои, где Россия в целом сосредоточила наибольшую группировку своих войск на территории Украины. Да, можно согласиться с вами, что наиболее тяжелая ситуация именно на Восточном. И, в принципе, сложность ситуации на фронте на текущий момент может поменяться, и ситуация застабилизироваться, а это означает остановить то движение противника именно в случае быстрой и интенсивной помощи со стороны американцев. На словах как бы они об этом говорили, но, во-первых, быстро после такой паузы на полгода достаточно сложно это реализовать. И пока, хотя уже время достаточно проходит, но это в полной мере не происходит. И в связи с этим ситуация остается по-прежнему тяжелой. Противник с конца прошлого года наступает, и на этих направлениях, которые мы с вами оговаривали, ему удается продвигаться вперед. На тактическую глубину, однако, все-таки продвигаться. А с учетом того, что вот это наступательное действие с прошлого года, то есть определенные уже оперативного уровня результаты. И, конечно, есть большая необходимость изменить эту ситуацию решением двух задач. Это вот помощь, о которой мы говорим, быстрой и эффективной со стороны союзников. И вопросов решения, укомплектования наших бригад, в первую очередь, которые воюют на линии соприкосновения, ведения боевых действий. Это, значит, результаты проведения мобилизационных действий. Ну и в то же время на войне против Украины погиб уже пятый завербованный наемник из Индии в составе российской армии. Сейчас воюют около 50 индейцев, об этом сообщает Ройтерс. И в Министерстве иностранных дел страны заявили, в течение последних месяцев к ним обратились уже несколько семей мужчин, которых обманом заставили поехать в Россию. Кадровые агенты обещали им работу или получение образования. Ну, вместо этого принудительно, как видим, отправили на фронт правительство Индии. Напомню, работает над тем, чтобы вернуть своих граждан, которые воюют на стороне Российской Федерации. С чем, опять же, вот эта вот история вся связана, привлечение такого активного иностранных наемников. Сейчас Российская Федерация готовит кого-то, возможно, либо экономит профессиональных военных. Происходит постоянно. В последнее время используются любые средства, в том числе и вербовки за рубежом, и в странах Азии, и не только, и африканцы есть, и уже, так сказать, погибшие граждане разных государств, которые завербованы. Подготовка их проходит, безусловно, но надо понимать, что россияне используют свои подразделения, то есть граждан Российской Федерации, граждан, к сожалению, Украины, оккупированной части, которые они также принудительно призывают и заводят свои вооруженные силы, а также граждан вообще зарубежных государств, с учетом уровня подготовки. То есть если в результате какого-то времени потрачено на их подготовки невысокие, то вот этот термин «мясные штурмы» как раз и показывает, то есть низкого уровня военнослужащих используются для того, чтобы бросать их в первую очередь, выявлять таким образом систему огня во время уничтожения их с нашей стороны и потом, так сказать, наращивать уже за счет подразделений, которые более высоко подготовлены. И это, в первую очередь, конечно, россияне. Поэтому они не гребуют, как говорится, любым персоналам. Вопрос в том, что его надо как можно больше, война широкомасштабная, и поэтому они используют любые методы принуждения, подкупа, вербовки, контрактов и так далее. В конце, Игорь Александрович, за последние несколько дней силами обороны Украины было нанесено несколько, наверное, даже десятков эффективных ударов по военным объектам государства-террориста и также по объектам на территории временно оккупированного Крыма. Это удары по аэродромам Оленья, это удары по Курской области, в том числе по ряду тяговых электроподстанций российской энергетики в Курской области. Центр Альфа это сделал, об этом сообщили в Генштабе вооруженных сил Украины, Альфа службы безопасности Украины. Удар по аэродрому Саки, удар по аэродрому Оленья. В целом, как это влияет стратегически, возможно, на возможности, простите за повтор, российской оккупационной армии в наступательном потенциале? Какие цели пытаются достичь украинские силы обороны, нанося вот такие удары? Влияют ли они сейчас прямо на фронт? Я бы выделил вот вашу информацию, слово «стратегические». То есть такого рода действия имеют стратегические последствия и значения. Ну, аэродром Оленья и еще два аэродрома, по которым были нанесены удары по самой инфраструктуре аэродрома, в первую очередь по летательным аппаратам. Причем на Оленья сосредоточены уже до 30 стратегических бомбардировщиков. И есть сведения, зарубежные наши как бы тоже уведомляют, что возможно массированное нанесение воздушных ударов с использованием стратегических бомбардировщиков. Поэтому смысл, понятное дело, что заключается в том, чтобы упредить и там, где есть эти бомбардировщики, нанести удары. Причем эти возможности расширяются и максимальные дальности, те, которые применялось, оружие такое, как ударные беспилотные аппараты, и брожилища, боеприпасы, термин военный, значит, имеет очень важное значение. Достижение, во-первых, дальности такой за 1800 приближается к 2000. Кроме того, что отмечают специалисты, что перешли не просто нанесение удара, в принципе, по территории в районе, а что аппараты, которые наносят удары, ориентируются непосредственно на объект. То есть тут на конечном этапе, очевидно, включаются головки самонаведения, которые придаются, а также элементы штучного интеллекта. Крайне, идут такие оценки. То есть значительно повышает уровень беспилотных аппаратов. И возвращаясь опять, так сказать, говорит о тех технологиях, что это по территории Российской Федерации. И понятно, что не ожидая, когда они там соберутся, подготовятся, будут наносить удары, а мы видим воздействие с упреждением. Это очень важный принцип реализации ведения боевых действий. А вот при действиях на временно оккупированном полуострове Крым, там идет борьба за завоевание превосходства в воздухе. Несмотря на то, что он временно оккупирован. Однако у нас есть хорошая аналогия морская. В прошлом году удалось, несмотря на это, вытеснить фактически Черноморский флот с баз, который находится на временно оккупированном полуострове Крым. И теперь переходим к завоеванию превосходства в воздухе. Для этого надо подавлять и уничтожать элементы противовоздушной обороны и летательные аппараты, и инфраструктуру, обеспечивающие действия авиации противника на полуострове. И это удается, мы видим, опять-таки наращиваются усилия. Со стороны противника не помогают и С-300, и С-400, и даже самые последние противоракетные комплексы С-500, потому что результаты все равно достигаются. Удары наносятся и атакамсами, и беспилотными ударными аппаратами. Игорь Александрович, большое спасибо за то, что к нам присоединились. Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант с нами, напомню, был на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok